И мы сейчас посмотрим на отношения к семье. В отношениях к семье показатель любовь. Показатель любовь. То есть, оказывается, есть такой показатель. Любовь. Показатель – это цифра, которая показывает, как мы можем реализовать себя в этом состоянии. В показателе Льва Толстого, в показателе любви, цифра 9. Которая опирается на 36. Это комбинация 36-9. То есть, возможность реализовать, проявить свою любовь в отношениях к семье, зависела у Льва Толстого от девятки. Энергия девятки в этой системе кардинал – это энергия терпимости, сострадания, служения миру. То есть, заметьте, это интересный момент. Служение миру. Ну, я сейчас дойду до конца. Такое интересное еще описание. Терпимость, сострадание, служение миру, любовь ко всем всегда, забота о благе других, самопожертвование, милосердие, спасение от агрессии. Тоже интересный момент. То есть, девятка, она спасает от агрессии, защищает от агрессии и проявляет любовь ко всем и всегда. Ну, и таким образом служит миру. Хотя, конечно, это общие слова, ничего не понятно, казалось бы. Что это такое? Спасать от агрессии, идти сражаться там, защищать кого-то. Тем более, как семья. Да, это же отношение семья. Что это означает? Здесь я привожу классический пример. Я говорю, если вы хотите показать, как, увидеть, как действует эта задача по девятке. Вот я вам привожу пример. Я иду по улице, смотрю, сидит бомж, просит милостыню. Я даю этому бомжику монетку, приличные деньги даю ему. И замечаю, что в этот момент, когда я даю ему, ну, хорошие деньги, пожертвование называется, да, он на меня смотрит волком. В его взгляде я чувствую злобу, ненависть, желание меня уничтожить. То есть здесь я вам описываю состояние девятки. Что такое состояние девятки? Ну, как задача по девятке проявляется у каждого из нас в жизни. Что в карте у каждого из нас может быть эта задача. А проявляется таким образом. Я к человеку по-хорошему, а человек ко мне по-плохому. Я по факту благодетель. Ну, то есть я деньги дал бомжу. Обычно люди в таком случае меня благодарят. Что я просто так дал человеку большие деньги. А этот проявляет агрессию в ответ на мое благодеяние. И вот когда у человека в показателе отношения семьи девятка, это означает в близких отношениях в семье, этот человек должен быть готов к проявлению агрессии со стороны своих близких. Ну, как вот я описал, да. Я к бомжику по-хорошему, а он-то ко мне по-плохому. Вроде же я тебе такие деньги дал. Я такое благо для тебя совершил. Чего ж ты гад такой? Отвечай. Отвечаешь мне черной неблагодарностью. Оказывается, задача по девятке заключается в том, что рядом со мной будет появляться человек, которому в сердце сильно любви не хватает. И мне не просто нужно будет снаружи что-то хорошее для человека сделать, а нужно будет сделать так, что из моего сердца эта энергия любви вышла и вошла в сердце вот этого агрессора. И когда эта энергия любви входит в сердце агрессора, первое, у него пропадает желание проявлять агрессию у вас. Ему хочется просить прощения, два, у того, кого он заделал своей агрессией. И третье, у него появляется сила вот этой любви и желание делать этот мир лучше, а не уничтожать этот мир своей агрессии. Поэтому смотрите, в показателе отношений Льва Толстого была задача менять, вернее, на агрессию, которая приходила к нему, прилетала к нему со стороны близких, отвечать любовью. Причем отвечать так, чтобы сердца этих агрессоров менялись. И они из агрессоров превращались в любящее создание. Вот такая непростая задача была. Ну и все биографы отмечают, что у него была сложная семейная жизнь. В особенности в последний период у них часто были размолвки с супругой. То есть очень сильные размолвки. Ну потому что задача по девятке все-таки играла. И заметьте, другими словами, нужно быть готовым к тому, что от близких людей ко мне будет агрессия прилетать. И мне на эту агрессию нужно отвечать любовью. Причем не просто снаружи, а так, чтобы сердце близкого человека наполнялось этой энергией любви. И у него пропадало желание, или у нее пропадало желание проявлять агрессию. Вот поэтому вот в этой методике, которую я обучаю, я даю людям инструмент, с помощью которого мы вот таким образом меняем сердца агрессора. Потому что это тоже интересная очень задача и непростая. И вот эта девятка, в решении этой задачи по девятке Лев Толстой должен был опираться на троечку и на шестерку. То есть на тройку, на свое собственное проявление творчества. Поэтому его способность проявлять любовь, скажем так, реализовывалась настолько, насколько он проявлял себя творчески. Ну мы знаем, что как бы с творчеством у Льва Николаевича Толстого, было все замечательно. И также вот его способность менять сердца агрессоров, наполнять их любовью, также зависела от умения решать задачу по шестерке. То есть строить, правильно строить близкие отношения. Кстати, у него, он прожил всю жизнь со своей супругой, да. 48 лет, по-моему, изменяет память. Как я говорил, 3-4 года он женился, да. И всю оставшуюся жизнь они прожили, провели вместе. Поэтому и шестерочку он также прорабатывал. У них родилось 13 детей, 5 из них, правда, умерли. Ну тогда это было как бы не редкостью, да. Много детей, но часть из них умирала. Это к тому, что у него была большая семья, плюс он организовал целую общину. И вокруг него была еще целая большая семья. Не своя собственная родственников, а, так сказать, его община. В которой он преподавал, проявлял себя как наставник. Шестерка, кстати, это также наставничество. Поэтому, по сути, можно так сказать, способность менять сердца агрессора, наполнять их энергией любви, зависела от его творчества, троечка, и от его деятельности в роли наставника. Ну да, он был очень таким, как бы, успешным наставником. Служение миру, дружилие творчество, забота о близких, воспитание. Вот, поэтому, интересно, очень, конечно, комбинация. Казалось бы, семья, да, а нужно учиться на агрессию отвечать энергии любви. И вот, служить миру. То есть, его, как бы, отношения в семье зависели от его способности служить миру. Думать не только о своей собственной семье, но и во всем мире. Ну, чем он, кстати, занимался успешно. Продолжение следует...